Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края. Краевой центр молодежных проектов «Лидер» представляют. Студенческая весна. Весна 2011 года, 71 делегация со всех уголков страны, 56 участников от Красноярского края, 4 фестивальных дня и 5 конкурсных направлений. Это российская студенческая весна в цифрах. Биджан Варданян не впервые на подобном конкурсе. Этот год, рассказывает студент Красноярского государственного аграрного университета, выдался для него урожайным. Победы на престижных международных фестивалях и участие в музыкальном телешоу «Фактор А». Биджан всегда настроен только на победу. О личной жизни Биджан говорить не любит, но за кадром по секрету рассказал, что мечтает о сыновьях-двойняшках и дочери. Но главное для него – стать человеком с большой буквы. На сцене и в жизни они влюбленная пара. Александр и Алексей, он же Амиго, танцуют вместе уже 6 лет. Номер ребят поразил и зрителей, и членов жюри в самое сердце. Я не генерирую ничего, я просто работаю. Александр придумал, значит, я додумал и сделал. На призовое точно место есть шансы. Специально для нашего универа. От Баста Худс. Вы не поверите, но читающий учебник у входа в ночной клуб и поющие в поезде ребята – это одни и те же лица. Участники рок-группы «Метал Кернал». Именно после их выступления на фестивале член жюри, композитор Лора Квинт сказала, что рок все-таки жив. Они играют вместе уже 4 года. Записали один сингл. А после победы на региональной и российской студенческой весне у них далеко идущие планы. Мы хотели бы в первую очередь на данный момент записать пластинку. То есть полноценно уже у нас есть материал, мы сейчас как раз над ним работаем. Осталось всего лишь несколько песен. Съемочная группа нашего универа была не единственной телевизионной командой в делегации Красноярского края. Наши коллеги из Канска, корреспонденты студии ТСН, представляли наш край в направлении журналистика. Два конкурсных дня, два разных задания. В первый день приезда, когда все делегации уселились на открытии фестиваля, журналисты уже снимали свой первый новостной конкурсный сюжет. Казалось бы, совсем простое задание. И совсем все явно и очевидно, но со многими трудностями пришлось столкнуться. Журналистами не рождаются, а становятся. Председатель жюри и главный продюсер дирекции информационных программ телеканала «Россия» Илья Лазарев признался нам, что в свое время окончил Московский государственный институт культуры, но нигде, кроме телевидения, не работал. Нужно делать одну простую вещь. Нужно быть сильными и не бояться трудностей. Их немало, но когда человек движется к цели, мне кажется, что это вполне достижимая вещь. Пока журналисты снимали свои сюжеты, наши танцоры готовились к выходу на сцену. Прицепляли косые кокошники. Поездно, потому что много народных коллективов, именно нерусских. Знакомьтесь, народный ансамбль танца «Адастра» из Сибирского государственного аэрокосмического университета. На студвесну они приехали сразу после танцевального конкурса в Чехии. «Адастра, ни пуха, ни пера!» «Все могу!» Они тоже выходят на сцену в русских костюмах, а по-другому нельзя. Фольклорный ансамбль «Яблочный спас» не в первый раз на студвесне. Девушки, как дети, жалуются нам, что перед конкурсным днем им строго-настрого было запрещено грызть семечки, уплетать мороженое и даже громко болеть за своих. Связки нужно беречь. Бережет свой голос и Анна Мезет. Студентка Красноярского государственного педагогического университета выступала под первым номером в номинации «Художественное слово». Меня зовут Савельев Саша. Я учусь во втором классе и живу бабушке с дедушкой. Мама применяла меня на карлика-кроводицу и повесила на бабушкину шею тяжкой крестьяну. Все четыре конкурсных дня были расписаны у ребят буквально по минутам. Репетиции, выступления, а еще непременно успеть поболеть за своих. Делегация Красноярского края была самой дружной и самой громкой. Хорошим голосовым данным наших студентов можно только позавидовать. Краснояр! Краснояр! От души поддерживали и болели за студенческий театр эстрадных миниатюр «Нина». Там у меня тоже вчера история была. А вот ты слушай. Захожу, значит, к своему директору. Захожу, ну как, дверь. Выпидываю в камеру. Ты говоришь, вот ты скотина, а! Вот ты козел! Я тебя столько лет потрачу в шарашки, а ты мне даже... Ты откуда не можешь, а? Нет, ну я не буду, конечно. Да, да, да. После такого выступления и Александр Песков вспомнил студента циркового училища Сашу Пескова. Рассказал, что сбегал вечерами в театры и на концерты. А утром снова шел на изнурительные репетиции. Мы были дружны и мы понимали, что такое быть артистом. Будущие педиатры и стоматологи, а на сцене они группа «Фанни Такт». Ребята впервые выступали на российской студвесне. Своим выступлением остались довольны. Признаются, что за кулисами долго готовятся эмоционально. Мы выложились на полную. Прямо это чувствовалось. Был диалог между нами и зрителями. И мы добились того, чего хотели. Мы добились того, что зритель не знал, как на нас реагировать. Потому что были поглощены именно мыслями, какими-то впечатлениями. Это важно. Александр Упатов тоже учится в Красноярском государственном медицинском университете. Врач-саксофонист звучит как минимум необычно. Но на студенческой весне, возможно, и не такое. Хорошая организация, хороший звук. Очень приятно было, что такая доброжелательная публика, все поддерживают. Ну, про себя не могу сказать ничего плохого. Я в целом достаточно самокритичен. То есть всегда нужно к чему-то стремиться и развиваться. Саша два года подряд занимал первое место на региональном этапе фестиваля. На российской студвесне он выступал второй раз. Музыка для него не просто хобби, а состояние души. Кстати, на фестивале выпускалась собственная газета, в редакцию которой мы просто не могли не зайти. Некая такая сборная солянка получилась. Причем очень интересная на самом деле, потому что вряд ли где-то на какой-то сцене в одном и том же номере можно увидеть рэп, хип-хоп и народные танцы. Действительно, красноярская обложка порадовала, потому что она была сделана очень профессионально, хорошим фотографом, который, видимо, понял четко все наши просьбы, все наши предложения и указания и сделал именно то, что нам нужно было. Ежедневное издание готовили к выпуску пять корреспондентов, два дизайнера, пара фотографов, корректор и редактор. Фотография участников красноярской делегации попала на обложку одного из пяти номеров. По итогам фестиваля наша сборная завоевала пять наград. Специальный приз жюри получила Анастасия Познякова за воплощение роли матери в постановке «Семья». Номинация «Фристайл» команда «Баста Худс» – третье место. Номинация «Эстрадный вокал соло» Биджан Варданян – третье место. Номинация «Народный танец» Народный ансамбль танца «Адастра» – второе место. Номинация «Вокально-инструментальные коллективы» Рок-группа «Метал Кернел» – первое место. Фестиваль завершился, итоги подведены. Высохли слезы радости или разочарования. В следующем году обязательно будут новые выступления и новые победы. До встречи в Челябинске, столице российской студвесны 2012. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова